Спасибо, заказал книгу через Павла. Пожалуйста, Алексей. Иван, можете знать, что случилось с создателями и продавцами лаг-пластики. Телефон недоступен, сообщение обижаете. Вак-мастику Долматова сейчас продает только Долматов. Если кто-то еще, значит, это будет неправда и неправильно. Долматов переживает трудный период в своей жизни. И надеюсь, было и ковид, еще только не было. И надеюсь, что... Давайте так. Костевой, напишите мне вопрос. Просто я через минуту забуду, у меня память такая. Чтобы прислать и вам, и тем, кто это. В гостевой книге с сайта моего. Может, любой из вас. Вопрос. Телефон Долматова Валерия Александровича. Потому что был еще один продавец. Это наш Сафронов. Вот. Сафронов, этот самый, Антон Валерьевич. Но он сейчас больше этим не занимается. А вот Долмату прекратил на какой-то момент. Я надеюсь, восстановит и будет производство это будет. Почему? Действительно, вещь отличная. Я использовал только в одном случае. Зимой делал обрезку. Почему? Мне нужны черенки на прививку. А время было ноябрь, декабрь, январь и даже февраль. А вы попробуйте замазать. Чем? Оставалась или краска, или лак. А лак, он жирненький, удобненький. Через него не попадает инфекция внутри дерева. Но в какой-то момент Долмату перестал этим заниматься. Я тогда брал уже краску. Обыкновенную краску. Не, не совсем. То есть, масляная краска. Густая, зеленая. Вот прям ей. Вот. И этой краской прямо на морозе, она нисколько не замерзает. Остается густой, удобнее для того. Я делал, замазывал кончики, кончики веток. Вот. А Долматов на какое-то время выпал из нашей жизни из-за личных проблем. Просто выпал из нашей жизни, от нашей. Ну, так бывает в жизни. Очень тяжело ему пришлось. Сейчас все восстанавливается. Вот. Телефон может еще не отвечать по инерции. Вот. Наверное, я обещаю вам, позвоню ему сам. Мне он, скорее всего, ответит. И скажу. Гражданин Долматов, когда будет лак, мастик? А потом, пожалуйста, только напомните мне через гостевую. Этому телефону. Вот. Позвоню ему. Если все нормально, телефону дам его. А нет, скажу. Так же вы напишите. Ну, что, дозвонился? Нет. Я скажу. Нет. Да. Поняли, да? Идем дальше. Так. Алексейка Алексея. Рад за ваш успех. Вот. Видите? Вот так прошла цепочка. Железов, Алексейка и Александр Выборг. Посмотрите, какие прекрасные сагицы выросли. А? Видели? Вот. Это наш успех. Это наша команда. Да, я этим практически не занимаюсь, но гордиться я имею право. Татьяна Федосеева. Здравия. Ей перебросили нитку пипецик. Ай, где-то последний, где-то в Красном Хуторе, уже забыл, где. Невозможно все уследить, невозможно все восстановить. Соседи сперили два дерева. Ой, какие деревья были. Я им сдуру на привал, 40 привал сделал. У них такие яблоки были. Я уже телевизор не к себе водил, а к ним водил. У меня места не было, я им на привал, 40 привал. А потом мне на острове сожгли сад. А они взяли пипецик. У них уже такие яблоки были. Еще раз говорю, я водил к ним соседям с их согласием. Делал про эти... Рассказывал не просто как, а как привал. Что получилось. А не пипецик. Зачем теперь пипецик? Ну, 50-граммовый. Вот и получилось, что теперь где взять. Ну, наверное, они есть это. Они долго с Анасомини смотрят, не смотрят. Вот, наверное, она знает где. Красноярский пипецик. Где же, искать, как не Красноярский. Так. Смотрим дальше. Александр, вы последние 700 рублей на карте, 200 отправляют. Так, Александр, вы благородный человек. Знаете, я раньше, когда такие письма получал, что вот 700-200 отправляют, да? Вот, я такие, знаете, как писал. Ответ был такой. Помните, некоторые из вас, может, получали от меня такие ответы. Знаете, какой? Сейчас попробую на память. Вы представитель вымирающего племени. Вот. Вома Сапиес благородный. Вымирающего племени. Так что, Александр, я вас отнес именно к этому. Вома Сапиес благородный. Так, Лабасов, всем привет. Михаил Синь. Да, кстати, благороднее всех, знаете, кто? Вот. Вот здесь фамилия, куда вы были, Делис? Так, 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 так. Так, 10 тысяч из наших, вот, кто со мной общается, прислал в свое время, в свое время ребрик. Ну, где вы у меня? Ну, сейчас только я вам показывал вашу фамилию. Короче, ребрик прислал 10 тысяч. И скажите, Александр Алексеевич, хоть один рубль я не потратил на фильмы? Вспоминаю. Так, теперь. Теперь, теперь, теперь. По порядку. В общем, выбирающее племя, это тоже горькое, но правда. Всем привет, Лат Лабасова, Свинин, всем привет. И Свинин деньги присылал на эти. А? Михаил. Лат Нижний Новгород, Синап, Северный, Кустин, Тоддок, или Харьер, Рейский, Сочи. А-а-а! Нет, вы знаете, чем хитрость? Я когда познакомился, сейчас у нас еще время есть, 40 минут, можно поговорить, мы заканчиваем. Значит, я перегонял для родителей, мне на вещание дали талон, я перегонял Жигуль, седьмой модели, через это, напрямую из Ториадии, на Украину. И, а этот всю дорогу, Гонщика нанял, всю дорогу. Вот. Вот знаете, вы знаете, это самое, у всех такая Антоновка, такая Антоновка, мы сейчас обязательно по дороге купим. Но я все намекал, что я не буду один ее жрать, я купил килограмма два. Некрупное, зеленое, слегка желтое яблоки, время было, первый снег, вот, шел, первые снежинки были. Я попробовал. И что ее это, и он шофер, и что я вообще думаю, что это чудо, что это там аромат все. Яблоко, как яблоко. Нам-то на риск присылали же импортные, там, болгарские, например. Вот. Сигея тут была. Ага, болгарские, например, присылали. А здесь так показалось заварядное. Вот. А потом, то ли я начал увеличивать, то ли как ко мне, она уже 200 грамм. Когда я занялся ей, 300 грамм, 400 грамм, так. И даже больше, еще с румянцем. И тут я ее зауважал. А теперь вы взяли и сравнили. Смотрите, как вы написали. Антоновка. А какой Антоновка есть? То, что я пробовал там на стихийном рынке, там, пройдя через среднюю полосу России. Или та, которая сейчас у меня, красавица вот такая вот, с розовым румянцем. Вот если ее сравнивать, да, то у нее свои достоинства. А северный Синап, ты знаете, чем хорош? Да все, чем выражает. И везде, всюду все определяется количеством кислоты. Почему летняя? Кислоты минимум. Вкусная. Портится. Кислоты побольше. Мы называем осеннее. До ноября лежит, до декабря. А тут до весны лежит. А то и на следующий урожай. Мы говорим, уже даже не зимний, а поздней зимний. И только к концу зимы, или даже к следующему урожаю, плюс лето, полностью срабатывает кислота. И она сразу с дерева не может быть вкусной. Ей год лежать, или там 8 месяцев. Она не может быть вкусной. Она такая есть. Сразу начешь жар, твердая, как камень. Дашь в лоб, шишка. А получается, ну естественно, что она не крупная. Вот. Совершенно не крупная. Там 50-70 грамм, когда большой урожай. Как можно сравнивать их? Просто каждому свое. Так же, как мы мужики. Я думал подавать двухметровый, извините за урожание женщины, а другому миниатюрную. Ну извините, уж, наверное, я зря такой пример привел. Вот. Так, ладно. Я вам не говорил. Так. Галина. Здравствуйте, Олег Крисовёнов. Будут приросты молодых абрикосов около метра. Это неплохо. Плохо. Почему так мало? Я шучу. Все нормально. Так. А как-то, видела, вы обрезали слишком длинные. Поэтому спрашиваю. Во-первых, я обрезаю. Вот он, допустим, у вас же как получается? У вас, вы сказали, молодой. То есть, в этом году посажены. И уже к середине лета уже около метра. Он может быть к осени полтора-два метра. И вот тут головная боль. Если вы оставляете его навсегда, получится вот такую картину. У меня есть такие фотографии. Один специально оставил. Не стал эти холостые обрезать. И он сейчас уже вот так, смотрите. Видно мне, нет? И он вот так вот уже и ветки склонились до земли. Вот так. Вроде ничего хорошего. Наверное, в принципе, лучше бы без обрезки. И я такие видел в майне, как первые годы. Люди еще не научили колесить деревья. И у людей, а я же проезжаю мимо, у меня глаза, то есть, я не закрываю. Я вижу вдоль трассы, и вот они вот такие все. Шатром, шатром, шатром. Это потом научили колесить. Ну, хорошо, допускаю, причем это спорно, что вот у вас раз в два метра. При пересадке обязательно отрежьте метра, а может и больше. Чтобы балансировать с корнями, это вынужденная мера. А если он растет на месте, и пересадки не нуждаются. Так вышло, что решили оставить. Красавица. Вот. Он у вас обязательно потом, по-моему, такой будет. Такие холосты дает. Вы можете первый год сильную обрезку сделать, он станет компактным. Но сразу говорю, где вы живете? Где-то эта обрезка может стать не смертельной. Но вы на следующей весне увидите, что уже ветки подсохли. И я вам показывал такое. Устасло у меня микроклима. Там все равно ветки отрезаешь, деревья болеют. Но я вынужден резать на прививку ветки, чтобы отрезать на прививку для вас. Вот такой у меня ответ половинчатый. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дальше. Продолжение следует...